Друзья, всем привет! Сегодня у нас срочный выпуск, а посвящен он плагину FabFilter Pro Q2. Мне поступают тонны писем и основной вопрос в них таков. Чем превосходит новая версия вторая, первую версию? Поэтому сейчас мы вкратце пробежимся по нововведениям этого чудесного эквалайзера. Окно плагина изменилось мало. Сверху мы видим кнопки Undo Redo. Undo отменяет последние изменения, Redo возвращает. Также плагин может работать в двух состояниях A и B. Это создано для удобного сравнения настроек эквалайзера. Кнопка Copy. Копирует активное состояние в неактивное. Удобный браузер пресетов. Помощь. Супер классный анализатор. Новая функция которой гордятся производители. И надо сказать анализатор очень крутой, информативный, очень быстрый. Масштаб от 3 до 30 дБ. 3 дБ для мастеринга, незначительные изменения. 6,12 для сведения, более сильные изменения, вносимые в звук. И 30 дБ для экстремального влияния на звук. Под анализатором громкости изменение размера графического интерфейса. От самого маленького до самого большого. Теперь на любой диагонали монитора мы можем подобрать оптимальный вид нашего плагина. Из первой версии перекочевали настройки MIDI. Также к нулевой задержке и нелинейной фазе добавился режим Natural Phase. По заверениям разработчиков, это режим эквализации близкий к аналоговому. Особенно это заметно при эквализации высоких частот. Линейный режим, как всегда, имеет 5 настроек качества. Все режимы, кроме Zero Latency, вносят задержку. Режим Natural Phase. Это задержка в районе 5 миллисекунд на частоте 44 кГц. Глобальный регулятор работы эквалайзера. Либо обычный режим Left-Right, левый-правый канал, либо Mid-Side или моностерео составляющая. Анализатор. Здесь можем видеть амплитудно-частотную характеристику. Пост, то есть после обработки. При, то есть до, до, после. Настройки нашего анализатора. Кривая Tilt. От 0 до 6 дБ на октаву. Стандартное значение 4,5. Скорость срабатывания. От очень медленной, для того, чтобы рассмотреть все детали. Да, очень-очень быстрой. Разрешение. От очень низкого, когда мы практически ничего не можем понять. Только какое-то общее представление получить о нашем сигнале на входе и на выходе. И максимальное разрешение, где мы можем разглядеть практически каждую ноту. Ну и масштаб отображения от 60 до 120 дБ. Стандартное значение 90. Заметьте, что при нажатии и при наведении настройки ведут себя по-разному. При нажатии они остаются. При наведении они через некоторое время пропадают. Из нового функция Spectrum Grab. Наводим на АЧХ. И она как бы замораживается. Также функция, которая полностью замораживает пики нашего сигнала. Analyze Press. Тоже может оказаться довольно удобной. Функция EQMatch используется совместно с функцией SayChain. Нажав на отображение АЧХ SayChain. И пост. Нажимаем EQMatch и видим, как наш входной сигнал подстраивается под сигнал, который попадает в плагин по линии SayChain. И здесь мы можем максимально его подстроить с помощью регулятора. Более грубые настройки от единицы и более точную 24. Здесь выходной уровень. В режиме Mid-Side. Баланс между Mid-составляющей и Side-составляющей или Mono и Stereo. В режиме Left-Right это обыкновенная панорама. Лево-право. Байпас плагина. Переворот фазы. Показать скрытие анализатор. И автогейм. Очень удобная функция, благодаря которой сигнал, который попадает на вход и эквализируется. Остается на той же громкости, что и был. Однако стоит заметить, что и в компрессорах, и в эквалайзерах эта функция автогейм работает не совсем адекватно. Все это связано с тем, что мы можем производить изменения на разных частотах. А ухо наиболее чувствительно от 2 до 8 кГц. Поэтому субъективно мы можем воспринимать настройки на низких частотах с включенной функцией автогейм как более тихий сигнал на выходе. Обратите внимание, что при выделении узла на кривой эквализации возникает блок по его настройке. Здесь мы можем выбрать тип узла. Bell. Low shelf. High shelf. Все это было в старой версии. Low cut. High cut. Обратите внимание, что крутизна раньше была максимальная 48, сейчас максимальная 96 дБ. Режим notch для удаления огрех звучаний. Все, что слева и справа остается, все, что попадает в поле notch фильтра удаляется из сигнала. Как по мне, то гораздо более удобный notch фильтр содержится в эквалайзере Glitch EQ. Режимы notch 4 и notch 8. Здесь мы видим первую гармонику основную, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Сделано это для того, чтобы мы могли фильтровать дополнительные гармоники нашего сигнала. Например, давайте посмотрим, как выглядит синусоида на анализаторе спектра. Вот таким образом. если сигнал у нас сложный, не синусоида, а пила, то кроме первой гармоники у нас возникают вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и так далее. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему именно режим notch 8 так важен. В новом эквалайзере от FabFilter этого режима нет. Есть только обычный notch. Режим band pass. Очень удобно его настраивать. Применим, как по мне, для симуляции радио точки или телефона. регулятор frequency, частота, регулятор gain, усиление или ослабление, регулятор добротности Q. Очень интересная функция gainQ interactions, которая позволяет звучать нашему эквалайзеру еще более аналогово. Каждый узел мы можем назначить на левый, правый канал, либо с помощью нажатия на ножницы разделить на левый, правый. При переключении глобального режима в mid-side, left-right меняется на, соответственно, mid и side. То есть моно, составляющая сигнала и стерео составляющая. Также очень интересный режим, мне его раньше очень не хватало. в проке он называется piano roll или фортепианные клавиши. Давайте послушаем, как мы можем этот режим использовать с пользой для себя, чтобы ускорить процесс сведения или мастеринга. Имеется партия бас-гитары. Обратите внимание на низкие ноты. Первая, вторая нормально, третья тише, четвертая громче. Первая, вторая, тише, третья, громче четвертая. Раньше мы пользовались ушами либо точным анализатором для того, чтобы точно найти эти ноты, сыгранные на в данном случае басу. Теперь все стало намного проще. Находим эту ноту, это ре, третья октава, усиливаем ее. а ноту си ослабляем. Здесь также можно идти по приборам, то есть ориентироваться по анализатору. Таким образом, никаких выпрыгивающих, так называемых, нот, резонирующих на басу у нас теперь нет. Конечно, если это партия действительно живого басиста, я бы использовал динамическую эквализацию. Ну, либо жестко зажал партию компрессором. режим left-right можно использовать для псевдо расширения нашего сигнала. Разделим с помощью нажатия на кнопку ножниц узел на левый и правый канал. то же самое проделаем на высоких частотах. мастеринг В своей работе, особенно при мастеринге, я люблю использовать мид-сайт режим. И, например, неприятные частоты на верхней середине от 2 до 8 кГц убирать только в мид составляющей. Таким образом, я убираю язвительную верхнюю середину и добиваюсь более широкого звука. То есть, не обязательно, чтобы добиться широкого звука, нужно использовать стереорасширители. Иногда достаточно использовать мид-сайт эквализацию. Что касается недостатков Pro-Q2, в каждом эквалайзере самое главное это звук. Давайте проведем маленький эксперимент. Добавим Bell Filter добротность на максимум Gain 30 децибел частота 100 герц. Сделаем такие же настройки DMG Audio Equic 100 30 децибел добротность максимальная. Давайте послушаем теперь как будет влиять на наш звук эквалайзер при экстремальной настройке. в портале влияние влияние очень сильное. это режим Zero Latency. послушаем Natural Phase результат такой же. переключаемся в линейную фазу. Качество минимальное. Звон пропал. Качество высшее. Опять наблюдаются такие артефакты. Качество максимальное, в максимальном качестве то же самое. Вот тут непонятный момент. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Почему в режиме low артефактов не было замечено, а в режиме максимум они есть. Давайте послушаем, как работает AQUIC. Как видите, в линейном режиме также артефакты отсутствуют. Ну что ж, подведем итоги. В экстремальных настройках вызывают нарекания. И некоторые пользователи заметили глюки, которых лично я при тестировании не заметил. Словом, выбирать вам. пробуйте. А с вами был Энди Вакс. До новых миксов. До новых миксов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok